В правительстве прошла серия совещаний, посвященных оптимизации бюджетных расходов на ближайшие три года. Главная цель — сократить неэффективные траты, сохранив в полном объеме финансирование важнейших программ в социальной сфере. Особое внимание — состоянию детского здравоохранения. 27 июля премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Морозовскую больницу, в которой завершается строительство нового корпуса. Это будет полноценная клиника, которая примет первых пациентов уже будущей весной. Там будут лечить редкие генетические заболевания, откроется первое в Москве отделение пересадки костного мозга. Успехи здравоохранения невозможны без развития биотехнологий. Этот вопрос Дмитрий Медведев обсудил с представителями медицинской науки в минувший четверг. Премьер заявил, необходимо сократить дистанцию между передовыми разработками и фармацевтической промышленностью. Это позволит обеспечить страну отечественными лекарствами. За последние годы, если говорить о фармацевтике, развитие этой отрасли получило очень неплохое. У нас, по-моему, по прошлому году порядка 20 или 25% даже прирост объёмов производства в российском фармакологическом кластере. О чём это говорит? Это, конечно, далеко не везде наши препараты и далеко не везде то, что сделано на базе наших суспензий, наших субстанций. Но, тем не менее, вперёд движения есть. Многие эти производства выглядят очень по-современному. Поэтому мы тоже этому придаём большое значение. Спасибо. Спасибо.